Нас подготовили к этому, вооружили. И будь здоров, Иван Петров. И на фронт. Анатолий Павлович родился в Брянской области. На фронт попал 17-летним мальчишкой. Прошел почти всю войну и в 45-м дошел до Берлина. Орденов и медали у него столько, что с трудом помещаются на кителе. Несколько недель назад состояние здоровья ветерана резко ухудшилось. Дали знать о себе давние проблемы с ногами и позвоночником. Несмотря на это, полковник в отставке в своей 92 не унывает, держится бодро, а к своему возрасту относится философски. Я так доживу. А давно вы лежали, нет? Давно лежали в больнице, в госпитале? Да месяца назад. Нет, нет, нет. Больше года. Я думаю, что доживу и так, сколько проживу. Поздравить ветерана с днем рождения пришли активисты Одинцовского отделения, сторонников партии «Единая Россия». Они принесли имениннику набор продуктов, а также подарок – радиотелефон. Человек уже пожилой, ему буквально две недели назад отказали ноги, и он не может передвигаться по квартире. Для этого ему нужен радиотелефон, который ребята приобрели, и вот мы сегодня вручили ему. В рамках акции «Дорога добрых дел» сторонники партии помогают ветеранам в решении различных вопросов. Анатолий Петрович обратился с просьбой об установке поручни в ванной комнате, а также компенсации стоимости некоторой медицинской техники. Кроме того, в ближайшее время именинника ждет еще один подарок. Активисты планируют приобрести ветерану машинку для стрижки и пригласить профессионального парикмахера на дом. Мы должны их поддерживать, не говорить за других, что кто-то что-то должен для них сделать, никак не призывать кого-то еще. Мы должны брать сами, каждый человек должен брать и что-то делать для них. Активисты Одинцовского отделения сторонников партии «Единая Россия» продолжают идти дорогой добрых дел, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. К благотворительным проектам присоединяется все больше неравнодушных жителей Одинцовского района. Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...